Просыпаюсь я как-то примерно в 7 часов утра по кубинскому времени, а по питерскому это где-то 10 часов вечера. Но я просыпаюсь в утро ранее. Выхожу на кухню, завариваю себе коэр, наслаждаясь его ароматом и вкусом, это так приятно. Выглядываю в окно, вижу. Как вы думаете что? Куба? Куба, да. Питер, да. Кто-то говорит море, кто-то наверное хочет сказать огромного негда с сигарой, да, там что-нибудь еще там. Какие еще есть? Стенка! Стенка! Ты знал. Я знал, конечно. Да, но я вижу стенку. Стенку. И я вижу негда с сигарой и человека, который везет мусор. Но это все слева и справа. Просто последнюю ночь мы жили в съемной кубинской квартире, это было прикольно. И я вот уже, собственно, насытившиеся впечатлениями своего похода по Кубе, вдруг снова ложусь в постель и пишу данное стихотворение. Называется «Странное кубинское утро». Странное кубинское утро. За окном рев автомобилей, собранных из старых пузовов и новых двигателей. Их тут изобилие. И почему-то крик петуха, но не такой, как у нас, мелодичный, а короткий, сухой, как приказ. Время пришло тратить наличные. Футболки с чай. Символом социализма и кубинской революции. Лучший товар теперь, не считая ромной проституции. Зайду-ка лучше в Бадыгиту, где темно-курчавый бармен нальет мне мохито, а я напишу свое имя на стене взамен. Посады испанских усадеб ветшают. Но еще быстрее рушатся советские хрущевки. Разные деньги в одной стране решают разные вопросы. Большие для приезжих, для местных мелочевки. То тут, то там всплывают вещи из прошлого. Словно выкинутые на берег после кораблекрушения. То я советской скатерти до чертиков рад. Тоже гулянт новеньких, словно вышедшим с конвейера. А я снова начинаю ждать лето. Обязательно жаркое, по моему мнению. Но за окно все тот же февраль. А у него в каждой стране свое мировоззрение. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ